Собака волкособ рождена в России в нулевых годах и относится к собакам-компаньонам. Весит порода 30-50 килограммов, живет 10-12 лет. Волкособы рождаются скрещиванием немецкой овчарки и волка. Гибрид выведен в Институте внутренних войск. Волкособы породой не признаны, но имеют множество поклонников. Они отличаются здоровьем, волчьим чутьем и выносливостью, послушанием и преданностью собаке. Внешне собака напоминает волка, густой шерстью серого, коричневого или черного окраса. Волкособы имеют рост 60-70 сантиметров. Животные имеют развитую мускулатуру и порода требует дрессировки и грамотного хозяина. Имеет черты домашнего и дикого животного. Используется порода для службы в армии. Собака может быть недоверчивой и агрессивной. Животные выносливые и хитрые, прекрасно переносят непогоду, имеют острое обоняние. Об остроте их клыков ходят легенды. Собаки редко лают, чаще воют. Даже под контролем специалистов могут родиться агрессивные и пугливые щенки, которых перевоспитать не удается. Но удачные гибриды очень интеллектуальные животные и при разыскных работах чутье их не подводит. Волкособы часто доминируют над хозяином. Они выбирают вожака и подчиняются ему неукоснительно. Животные не содержатся в квартирах, воспитывать их должен опытный кинолог. Содержатся волкособы на воздухе, в большом вольере с будкой, окруженным высоким забором. Особого ухода собака не требует. Шерсть периодически вычесывают, купают собак дважды в год. Необходимо следить за здоровьем глаз и ушей. На цепь собак не сажают, чтобы не вызывать агрессию. Часто волкособов покупают для служебного собаководства. Их обучением и дрессировкой должны заниматься профессионалы. Дрессировка основана на специальных методах. Для воспитания лояльного зверя потребуется ранняя социализация. Волкособы быстро привыкают к новым лицам, что позволяет менять владельцев при необходимости. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok